Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, детишки и Мурзилка! Сегодня мы проводим большое праздничное мероприятие, посвященное 95-летию Мурзилки, журналу Мурзилка. И у нас в гостях, прошу их любить и жаловать, известный, старый, очень друг журнала Мурзилки, детский писатель Сергей Георгиев. И мы сможем также пообщаться с ним, задать ему вопросы о жизни писателей и вообще, что-нибудь еще интересное спросить. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие ребята, дорогие взрослые. Необыкновенно рад вас видеть. Честно говоря, я первый раз в жизни выступаю на татаме. Я действительно горжусь дружбой с Мурзилкой. С Мурзилкой дружу очень давно, очень много написал для любви Мурзилки. И обязательно расскажу в конце уже, расскажу историю именно про журнал Мурзилка. И вот эту встречу организовал как раз Мурзилка. Значит, а сегодня сначала я расскажу одну историю. Ну, чем я занимаюсь? Я пишу книги, мои истории библигуются в самых разных журналах. Я в прошлом, то есть сейчас тоже ставят иногда, но не очень часто, драматург кухольного театра. Вот, и я больше 30 лет проработал в кино. Вот, если кто-то из вас смотрел кино-журнал, был в свое время очень интересный, смешной, сейчас он не интересный, не смешной, кино-журнал «Яролаш». Вот я работал там, да, то есть я больше 30, ой, и ты видел, замечательно. Я больше 30 лет проработал там сценаристом. Вот, сегодня, значит, для начала рассказываю историю. Истории, у меня есть толстый блокбот, такой, от нее когда-то подарил мой папа, и я туда записываю разные истории про животных. Там чоколька нет, там есть история про бегемота, про крокодила, про дуфьянку. Ну, больше всего там истории про собак. Значит, когда я оттуда что-то записываю, я вычеркиваю, у меня есть даже книжка, которую я оттуда вот так вот выдергивал и написал про мою собаку. Звали ее Янка. Вот, больше всего там истории про собак. Про животных вы любите? Да, про животных. Все, замечательно. Значит, я сегодня рассказываю историю про собаку. У меня, ну, я всегда жил в доме, где были собаки. Я родился, где была собака моего папы, огромная немецкая овчарка. У меня были свои собаки. И вот, грустно говорить об этом, собаки живут гораздо меньше, чем люди. Вот, я всех моих собак помню, все они были чудесные. Значит, вот в доме у меня появилась новая собака. То есть, однажды утром позвонила соседка, мы с ними дружили семьями, позвонила, замечательная совершенно соседка, Люба. Она стояла вот так вот, держала на ладошках крошечного щука. Вид у нее был очень виноватый. Она зашла и сказала, Сереж, я же знаю, как ты любишь собак. Я говорю, конечно, Люба. Ну, вот, я хочу тебе. Вид виноватый. То есть, оказалось, что Люба вечером была у кого-то в гостях. Там родились щенки маленькие. Вот, она рассиропилась, она вела его, кладила, кладила. Ей подарили щенка, она принесла домой. И тут вспомнила, что ей на работу надо. Что со щенком делать? Вот, она пришла, мне его дарить. Я говорю, Люба, конечно, конечно, люблю. Вот так у меня в доме появилась янка. Собака, породы. В породах разбираетесь? Да. Замечательно. Кариковый пичер. Как выглядит? Маленькая. Такой, чуть-чуть, немножечко. Маленькая. Маленькая. То есть, вот такого вот размера. Значит, бывает всего двух цветов каких? Лыжных. Чёрная и тёмно-коричневая, палевые называли, да? Значит, острые треугольные ушки, сияющие глазки, такие круглые, остренькая мордочка, кажется, что всегда улыбается. Значит, да, Люба сказала, значит, когда я сказал, да, конечно, я люблю, спасибо, на такой подарок чудесный. Люба обрадовалась, сказала, только одно условие, у нее уже есть имя, собаку зовут Янка, чудесное имя, замечательно. Значит, с Янкой мы подружились сразу, очень быстро подружились. Она полюбила, я ей варил супы пакетные, она их сразу очень полюбила. Мы с ней выходили гулять, ходили на речку, было лето, все было замечательно, она у меня быстро росла, а потом наступила осень. И вот тут-то я понял, что проблемы и у меня, не только у Любы, но и у меня. Я в то время работал в институте, преподавал в институте. Значит, и я понял, что надо будет уходить и оставлять Янку дома. Я решил с ней поговорить, собака, Янка, наверное, я говорю, Яна, иди сюда. Она пришла, села, вот так вот и слушает. Я говорю, Янка, останешься дома одна? Я говорю, только, значит, давай договоримся. Со спичками не баловаться. Телефон будет звонить, не грубиня, как. В общем, я приду, сразу же мы с тобой пойдем гулять, все будет нормально. Да и сиди только вот пока я на работе. Ну все, договорились, собака очень умная. Я так и сделал. Значит, первый день, когда мне надо было идти на работу, я налью ей молочка, я ей сварил суп и составил. Янка, ушел, прихожу, красава, запрыгала. Она у меня здорово, она когда радовалась, она прыгала, вот как баскетбольный мяч, четырьмя лапами, вот так вот. Ой, запрыгала. Смотрю, в квартире все нормально, порядок. Да, значит, молочко выпила, супик съела, все хорошо. Пошли гулять. Так прошло несколько дней. И вот однажды, возвращаюсь я с работы, смотрю, подъезд и дожидается меня сосед. Ну видно, что вот он на это самое ходит, высматривает, делать ему нечего. Я подхожу поближе. Значит, кто-то, ах, стрельбнулся и говорит, ой, как хорошо, что я тебя встретил. Я понимаю, что что-то такой, какой-то нехороший, видимо, разговор. Ой, говорит, как хорошо, что я тебя встретил. Я говорю, ладно, я-то, я тоже рад. Он говорит, а ты знаешь, что в нашем доме, у нас 16-этажный был дом, а ты знаешь, что у нас скоро никого не останется, все разбегутся? Я говорю, почему? Что такое случилось? Так, говорит, ерунда. Ну что, мы с тобой остаемся. Я-то, говорит, не убегу. Я говорю, что такое случилось? Так, говорит, ерунда. Собака твоя воет. Я говорю, как собака воет? Да, говорит, нормально так, вот как собак обосклинили. А так. И показал. Я говорю, мне так нехорошо стало. Я с соседями всегда дружил, всегда, я говорю, а что, целый день? Толяк, говорит, уже все знают. Значит, оно будет в 12 часов. Я говорю, у него что-либо числоствование? Нет, а там, говорит, по радио. Вот сигналы в полдень, сигналы точного времени, потом бьют куранты, бом-бом-бом. И вот когда вот этот вот бом-бом-бом, твоя янка... Ой! Ой! Вот. Я говорю, ну, все, я говорю, я понял, я буду думать, что делать. Вот, да, ослышимость у нас с первого до шестнадцатого этажа, это все точно. Я говорю, ну что, ну, буду думать, что делать. Пришел, говорю, Янка, это правда? Я говорю, ну и что? Ты сам не можешь, что-то помогать? Вот, ладно. То есть, я понимаю, что это не исправить. Я оставлял включенным, тогда советовали, оставляйте включенным сетевой приемничек, да, то есть, ну, наивная такая была, воры придут, услышат, да? Помните, да? Вот, услышат, что в доме радио работает, да, и они не полезут. Вот. Я оставлял сетевой приемничек, и все оставляли, осушенность у нас с первого шестнадцатого этажа, думаю, ну, я выключу соседей, все равно. Вот, я стал думать, что делать. Ой, он очень известный, зовут его и сейчас, зовут Володя, сейчас Владимир Максимович, он музыкант, играл в орке... саксофонист в оркестре театром музыкальной комедии, чудный совершенно человек, внешность потрясающая, то есть, у него были, то есть, такая лысина вместящая, блестящие золотые очки, играл он на этом самом саксофоне, он всегда ходил, такие-такие шикарные пиджаки, вилетовый пиджак, с бабочкой, ой, ну, великолепно. Значит, мы с ним очень хорошие были отношения. Я спустился к нему, и говорю, Володь, ты знаешь, какая проблема? Знаю, знаю. Я же, говорит, дома репетирую. Я говорю, вот, что делать, то есть, скоро меня вместе с собакой выгонят, и он говорит, нет, говори. Я уже думал, и я все понял. Значит, проблема вот, что, говорит, собака твоя очень музыкальная. Она, говорит, поет. Вот. Я говорю, ну, поет, это хорошо, но пила бы на свежем воздухе. Он говорит, нет, а тут надо сделать вот что. Так, друзья, дорогие, а среди вас музыканты есть? Ой, скажите, пожалуйста. Ой, здорово. Значит, вот, как на партитуре, вот музыкальная партитура, а вот как там записывается, вот, солист поет, и сопровождение. А где записывается, как записывается партия певца? Ну, партия, ну, сначала, ну, она, там станет нота самая, а под ним уже, ну, ноты и певцы. Нет, это понятно. А вот какие нотки ему петь? Вот аккорд, да? То есть этот аккорд сыграет весь оркестр. А вот партия певца, где она? Сверху. Да. Значит, это самые верхние ноты. Так? Володя говорит, мы сделаем просто. Я же внизу с саксофоном. Мне надо только понять, какие нотки она пропевает. А я снизу подыграю, я спрячу эту нотку где-нибудь в середине аккорда, Янка растеряется и не будет знать, что ей петь, я думаю, лыс. Значит, ты музыкальный гений. Он говорит, вот только, единственное, что, говорит, я вот все слушаю, я не понять не могу. Надо знать, что сделать. Мы, говорит, субботу или воскресенье, пойдем на полянку, а у нас за домом, значит, была брошенная, узкоколейная железная дорога, а дальше полянка, ручеек, стенечки какие-то. Мы туда выходили, шашлыки жарили, картошку запекали. Он говорит, мы субботу или воскресенье, пойдем на полянку, я возьму саксофон, ты возьмешь собаку, да, и мы, говорит, все, я там поиграю, она попоет, и мы будем знать, что именно она поет. Я говорю, чудесно. Значит, и вот настало, то ли суббота, то ли воскресенье, не помню сейчас, значит, и мы, слушайте, вообще, картина была, я думаю, если кто-то нас смотрел со стороны, это было великолепно, да, то ли шел, Володя, привет, вот, Джекен, с бабочкой пошел на пикник, да, с бабочкой, блестящие эти очки, лысина блестящая, ух, идет такой, и я, я в туристской кухне, да, с собакой на поводке, вот такая собака шагает, и вот мы пришли туда, вышли на полянку, я отпустил собаку свою, и янка бросилась туда, в кусты, к ручейку подбежала, вокруг, и, Володя, так вот, смотри, какие красота, да, на пенок фонер вышел, значит, выбрал пенек поудобнее, уселся, постелил платочек, уселся, и начал играть на саксофоне, значит, сыграл он сначала просто гадну, как только раздался первый звук, янка, забыв про все, прибежала, уселась напротив него, сидит и смотрит, Володя, смотри, и начинает опять играть, значит, играет, янка смотрит, Володя сыграл гамму, сверху вниз, потом снизу вверх, янка сидит и смотрит, и молчит, он говорит, что ты не понял, что она не поет, ну, давай помедленнее, опять начал играть гамму, янка опять сидит и слушает, он говорит, так, ну-ка, давай еще попробуем, сыграл хроматическую гамму, друзья музыканты, хроматическая гамма, это что такое? Движение по полтонам, по всем, да, то есть все, по полтонам, то есть абсолютно все, что есть, он все, ни на одну ноту не реагирует, он говорит, ну, наверное, я ошибся, наверное, говорит, ошибся, а я тем временем, пока они там музыкой занимались, я костерчик развел, вы принесли, картошечку, я выложил картошку, занимаюсь там своими делами, Володя говорит, ну, все, фокус не удался, и начал просто так наигрывать разные мелодии, а янка сидит и слушает, и вот Володя дошел до одной мелодии, это певец у меня не какой-то, сегодня я уже без голоса, да, ну, примерно, это выглядело так, он начал играть, па-там-па-там-па-лян, па-па-там-па-там-па, так, саксофон другой, квад-квад, еще двух, значит, он стал играть, кла-кла-кла-кла-кла-кла-кла, кла-кла-кла-кла-кла-кла, ярко вдруг, скач freshman, вся она пружинилась, вот так вот, четырьмя лапами, шерсть стала с дыбом, кла-кла-кла-кла-квад, вая-вая-вая, он говорит, ура, Ну-ка, говорит. Все, 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 говорит, поняли. И отставляли таксофон. Янка посмотрела на него строго очень. Потом подошла поближе, схватила за штамину зубами и вот так вот стала трясти. Он говорит, я понял, все, сейчас. И опять. И вот так вот они пели и играли до вечера. Картошка у меня уже готова. Я говорю, Володь, ну давай это самое. Он говорит, ага, а тогда ты бери саксофон и играй со своей собакой. Все, все. Короче, уже вечер приближается. Я вытащил всю картошку. Она остыла, я ее сложил обратно в рюкзачок. И вот мы идем обратно, ну идите там, три минуты. Идем обратно домой. Идем и болтаем глупости. Володя говорит, все. Я завтра увольняюсь из театра музыкальной комиссии. Я говорю, чего так? Он говорит, а ты представь себе, ну ты саму собаку-то мою свою дашь мне. Я говорю, смотря на чего. Он говорит, для хорошего дела. Мы с ней покорим весь мир. Рим, Париж, Токио, все будут у наших ног. Ты, говорит, представь себе только лучшие залы мира. И вот на залитую светом сцену выхожу я во фраке. Блестящий саксофон, блестящие очки. И твоя собака выходит во фраке. Я говорю, а что-то она во фраке. Она девочка все-таки. Ладно, говорит, я выхожу во фраке. А твоя собака в вечернем бархатном платье. Да, с кружевами. И вот мы выходим, я начинаю играть. Я говорю, ну все, да. То есть весь мир у ваших ног. А собака идет и слушает. Ну вот, короче, болтали глупости. Пришли домой. Зашли сначала к Володе. Я ему честно отсыпал половину картошки. Потом мы поднялись с Янкой к нам. Значит, Янка едва зашла. У нее у порога лежал такой матрасик. Ну, ее спальное место. Значит, она зашла. И как цыпленок табака вот такой. Представляете? Да? Ну что, ну целый день пела. Вот. Я прошел. Сделал свои дела. Картошку выложил на кухню. Значит, а дальше. А дальше зашел в комнату. У меня там стоял письменный стол. А мне надо было готовиться. У меня студенты. Значит, я уселся за стол. Разложил свои бумаги. А я очень люблю работать, когда какая-нибудь музыка тихо играет. Я включил сетевой приемничек. Да? Там три программы. Нашел музыку. Сижу и работаю. Стемнело. Я, значит, работаю. А ямку мне видно. Через дверь. Вот видно вход в коридор. И ямку на корреке. Я сижу работаю. Гляну так вот ямки. Лежим, думаю, устал. Все нормально. Все хорошо. Значит, заработался. И вдруг я понял, что в квартире происходит что-то такое, чего быть не могло. Я оторвался от бумаг. И вдруг у меня все похолодело. Вот сердце охнуло туда. Значит, я понял, что происходит. В квартире стояла гробовая тишина. А это было... А у меня приемник-то включен, да? А гробовая тишина была в несколько мгновений перед тем, как радио заканчивало свою работу, да? Диктор прощалась с радиослушателями. А что было потом? А потом было куранты. Бом! 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 А на куранты собака моя пела. Да, было это обычно в 2 часа ночи. Значит, а на куранты собака моя пела. Я понял, что сейчас происходит. Сейчас, ну, днем, когда пела, жители просто разбережаться хотели. А тут 2 часа ночи вот такой концерт. Я вскочил, протянул руку, чтобы выключить приемник, и не успел. Значит, из радио донеслось на всю квартиру. Бом! 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 Ну, я понял, что уже спасти ничего нельзя. Я застыл вот так вот, как соляной стол, и посмотрел на собаку. Значит, из радио прозвучало бом! Бом! Собака моя лежала вот так вот. Тут она вскочила! На 4-х лапах напружинилась! Шерсть у нее стала дыбом! Ярко набрало полный грудь воздуха. А потом... И вот так вот выдохнула. И все. Собака моя больше никогда не пела. Я до сих пор не знаю, что произошло. То ли ее Володя уработал так, что уже... Да? Нет. Но я себя тем, что другое у нас вьет. Да? То есть вот когда мы шли по дороге и болтали, да? Володя говорил, ты мне дашь, я ее в Токио повезу, я ее в Рим повезу, в Париже выезу. Да? Я ему говорил только, ну, знаешь, это самое там... На травку надо вывезти, да? То есть надо покормить. Дуй! Да там, это самое... Газонов в Париже полно выведут. Да, да там бутерброд. Вот. А Янг это моя. Это я тебе всегда тешу, но я сделал. Все всерьез поняла. Да? И она... А мы с ней подружились. И она не захотела бросать своего друга. Да? То есть она решила остаться со мной. Вот такая у меня была собака. Спасибо. Так, друзья, дорогие, сейчас я хочу рассказать историю про Мурзилку. Давайте так договоримся. Я еще и отвечаю на любые вопросы, то есть на все, на что могу ответить, я отвечу. То есть все, что интересно, вы спрашиваете, я отвечаю. Значит, если вопросов нет, я тогда говорю дальше. Если есть вопросы, дети, задавайте, взрослые тоже. Есть какой-нибудь вопрос? Вот у меня есть вопрос. Да. А когда вы начали ваш первый рассказ? Когда вы написали? Первый рассказ... Так, я скажу, то есть скрывать я не буду, как честный человек, я скажу, только дети, вот так делать нельзя, я поступил очень плохо. Значит, мой первый рассказ я написал в школе, на уроке истории. Как так получилось, я до сих пор не знаю. На уроке истории надо слушать учителя, надо изучать историю. На уроке математики надо изучать математики, но вот у меня получилось. Значит, более того, этот рассказ опубликовали в школьной стенгазете, и я делал необыкновенный литературный успех. Этот рассказ я потом... Ну, вот это вот я сделал еще более плохо, еще хуже. Этот рассказ, будучи студентом, я отредактировал. Его не надо было редактировать, надо было оставить так, как есть, на память. Я его отредактировал. То есть я его даже иногда помещаю в разные книжки, но это уже отредактированный рассказ. Да, к сожалению. А вот тот вот корявый рассказ шестиклассника, вот он, к сожалению, сохранился. Хотя в школьной стенгазете, значит, его напечатали на машинке, у нас шикарная была стенгазета, метров шесть, наверное, в длину. Да. Ой, там много чего было. А на два раза в год выходило, праздником. То есть вот эта газета была 23 февраля. Вот. И печатали на машинке, и второй экземпляр отдавали автору. Так что вот он у меня... Ну да, проходите. Он у меня сохранился. Вот. Так что вот мой первый рассказ я написал, жутко даже сказать. Это 1966 год. Вот. Так. Рассказывает... Да, конечно. А вы спросите, а когда сам сформировался мурзилка? Мурзилка? Мурзилка вот такой, мурзилка, какого мы знаем, как вы увидите, в 1924 году. Да. То есть вот очень-очень-очень давно. А до этого, а до этого, значит, были... То есть мурзилка была и раньше, но это совсем не такой был мурзилка. Был американский мурзилка по Палмер-Кокс комиксе. Значит, а потом на русском языке Александр Хвальсон писал историю про мурзилки. Про мурзилку... Ну, взрослые, наверное, знают, что означает мурзилка, да? Или не говорить детям? Говорить. Говорить? Говорить. Говорить. Интересно. Мурзилка. Слово мурзилка было образовано от глагола мурзать, да? То есть замурзанный, замызганный такой вот, да? То есть у Александра Хвальсон среди лесных человечков был самый такой в заляпанном пятнами фраке, в пенсне, с разбитым стеклом в помятом цилиндре. Вот это вот был мурзилка. То есть никакого отношения к нашему чудному мурзилке он не имеет. А наш мурзилка, вот тот, который... Это сначала была собачка. Первого мурзилку нарисовали как собачку. А вот мурзилку вот этого нарисовал художник-самечательный Анинадав Каневский. Про мурзилку все? Рассказываю историю? Да. Значит, как я подружился с мурзилкой. Значит, у меня были две бабушки, которых я очень любил. А одна бабушка была просто совершенное чудо. Звали ее Таисия Евдокимовна. Она необыкновенно читала книжки. То есть это у меня было самое любимое занятие. Она еще до революции закончила классическую женскую гимназию. И там ее научили. То есть она очень-очень здорово читала. Вот как настоящая актриса. Она мне позволяла сбросить тапочки, забраться с ногами на диван. Я к ней прижимался. Она меня вот так вот тоже одной рукой прижимала, книжку держала и читала. Вот большего наслаждения у меня не было. А потом мы с родителями, с нашим братом, поехали в Сочи. И там я научился помещам. Я научился плавать и читать. А бабушка-то этого не знала. Мы вернулись. Родители знали, что я уже умею читать. Я перед бабушкой похвастался. Я плавать умею. Ой, ну молодец, здорово совершенно. А прочитать я подумал. Ну вот я ехал и терзался. То есть мне хотелось и похвастаться. А с другой стороны я думал. Ну вот я скажу бабушке, почитай мне, пожалуйста. Она мне сказала, ну ты же сам умеешь. Зачем я? Да, я лишусь такого удовольствия. И да, я пошел в первый класс. То есть летом перед первым классом. И вот я пошел в первый класс. Возвращаюсь из школы. Папа с мамой на работе. Мама у меня врача. То есть она дежурила постоянно. Папа в шахте работал в то время. А после шахты он летчик, когда все войны пролетал. После шахты он ехал в аэроклуб, там летал с курсантами. А я с бабушкой. И она мне, ну что вы там сегодня в школе учили? Ой, да не знаю, какие-то загорюки рисовали. Подожди, а буквы вы учили? Буквы мы учили, но пока нам сказали не запоминать. Как это не запоминать? Ладно, ну давай, почитай мне это самое. Я нам не читала. То есть вот тут дурака валял. Ну давай, ладно, давай тогда я тебе покажу букву. Вот это какая буква? Да не знаю я, то ли хы, то ли фы. Может вообще не русская какая-то. Я не знаю. Вообще дурака валял. И разоблачил меня наконец-то папа. Да, то есть он оказался дома. И папа мне сказал. Вот для того, чтобы прожить жизнь балбесом, никаких усилий прикладывать не надо. Не хочешь читать? Не читай. Ну, балбесом быть у тебя получится. Мне стало так страшно. Мне так не захотелось быть балбесом. Я закричал. Нет, я умею читать. Хватил книжку. И бег. Бабушка потрясена. Вот она искренне одни. Ну, балбесый был. Балбесочек. Мне не нравится. А тут я бегло прочитал. Да, так как они читали. У меня не прочитали, конечно. Но я прочитал этот самый. И все. Он сказал. Молодец. Вот, значит, ты уже у нас становишься взрослым. И в награду. Значит, взял меня. Мы пошли на почтовое отделение. И он выписал для меня журнал Мурзилки. Который с того момента стал моим лучшим другом. То есть я читатель Мурзилки. Всю жизнь. Ой, хотел сказать, 95 лет. Я уже читатель Мурзилки. Вот. Я читатель, я друг. А когда меня пригласили быть автором Мурзилки, то есть вот это было счастье совершенно необыкновенное. Вот. Ну, я думаю, что вы все здесь тоже друзья. Так что мы с вами друзья. Спасибо большое. Так. Да. Давайте вопросы. Я что-то боюсь. У меня сел голос. Я боюсь уже чего-то еще раз. Давайте просто отвечаю на вопросы. И после... Да. Вы получите чудесные подарки сегодня. То есть есть и журнал Мурзилка, и еще там чего-то есть. Спроси, что творится. Нет? А вот можно вас как родителям рассказать, что вы можете сказать нашим деткам, подрастающим поколениям. Вот они не понимают, к сожалению, в нашем современном мире, почему им нужно так любить читать. Мы взрослые понимаем, а вот дети многие знают книги, но не понимают цену книгам, к сожалению, в наше время. Что вы можете с высоты своего опыта и мастерства ребятам посоветовать, чтобы они хоть как-то прильнули еще больше книгам? Да, да, я понял. Значит, дело в том, что вот здесь как раз советы не подействуют. То есть рационально не объяснить. То есть ребенка можно только заинтересовать. Я еще про один журнал скажу, просто мой личный опыт. Значит, к сожалению, у этого журнала дела сейчас очень плохие. Это журнал «Веселые картинки». Значит, я не знаю, сейчас висит еще на сайте или нет моя фотография. Значит, до последнего времени висела. Значит, и там было написано, я горжусь этим. Значит, было написано Сергей Георгиев, первый читатель журнала «Веселые картинки». Это действительно так. Значит, хотя таких первых читателей было 3 миллиона. Да? Но я действительно был первым читателем, и я это запомнил на всю жизнь. Я ходил в детский сад, значит, и у нас в детском саду повесили плакат о том, что будет выходить журнал «Веселые картинки». И воспитательница нам рассказывала, говорила, вот, она говорила, Сереж, вот, будет новый журнал, да, и там, видите, я понял так, вот, где-то обо мне узнали, да, и организовали журнал, вот, я сейчас там буду, да. И бабушка тоже повела меня на почту, да, и сказала, и сказала, выписала журнал «Веселые картинки», да, и сказала, вот, смотри, вот наш почтовый ящик, да, вот туда кладут газету для папы, вот туда приносят журналы по садоводству для дедушки, дедушка у нас был очень известный садовод, вот туда журналы по садоводству для дедушки, а теперь туда будут класть и журнал «Веселые картинки». Да, и когда пришел этот самый первый номер, да, мы его читали по 200 раз, то есть я всех веселых человечков запомнил, я все эти истории и так далее запомнил, значит, на ребенка можно воздействовать только эмоционально, то есть когда он поймет, как это здорово, как это чудесно прочитать вот эту вот книгу, да, и есть еще, то есть и вот это вот, вот это вот счастье, вот это вот удовольствие можно продолжить, вот если объяснить, никак не объяснить. Вот когда он станет взрослым, вот тут он уже поймет, да, то есть хорошо это было, нехорошо это было, или его заставляли что-то там делать, да, но ребенка воздействует только эмоционально можно. Ребята, если у вас есть вопросы, задавайте. Ну, допустим, вопрос, а как я могу стать писателем? Ну, такой вопрос. А как, я могу, вот я хочу задать вопрос, как мне стать писателем? Если вы будете получать от этого удовольствие, вы станете писателем. Значит, я стал писателем только потому, что я вдруг понял, что вот большего счастья в жизни я представить тебе не могу. Значит, дальше, я уже задумался, я стал студентом, когда я стал все это систематически записывать, да, я сказал себе, ну, ведь может быть, может получиться так, что я это записываю, но это не будет никому нужно. Я решил, хорошо, это уже для меня счастье, если это не будет нужно никому, ну, значит, вот так вот, это счастье только для меня. Вот, получилось не так, уже первые мои рассказы стали публиковать, то есть очень быстро меня пригласили в кино, то есть меня опубликовали, наверняка даже не знаете, не знаете, есть в Казани юмористический журнал, называется «Чаян Скорпиот», меня там опубликовали, да, и вдруг после этого мне приходит письмо из киножурнала «Тогда Фитиль», я начинал не веролавши в Фитиле, вот, мне приходит письмо подписанное, написал не он, естественно, подписал он, Сергей Владимирович Николков, да, мы хотим с вами сотрудничать. Я тоже хочу, да, вот и все, значит, потом меня стали опубликовать самые лучшие наши детские журналы, да, меня стали опубликовать «Пионер», «Костер», «Мурзилка дорогой мой», «Веселые картинки» и так далее, да, то есть получилось, но вот как на духу, если бы у меня не получилось, я бы все равно писал, я бы писал, потом пересчитывал бы, ну и что, вот, а стать писателем, да, и если вы получаете от этого радость, да, обязательно найдется, Антон Павловичев написал, что обязательно найдется хотя бы еще один человек, который получит от этого от чтения такую же радость, как вы от того, что писали. А вот я слышал много раз, что у писателя должна быть муза. Ой, муза Ольги Степановны, вот сидит, это моя жена. Так. Значит, до Ольги Степановны я мои рассказы читал моей собаке, Янке. Она была, слушайте, вкус у нее литературный потрясающий, да, она сидела и внимательно слушала, я по ее реакции понимал, хорошо я написал или нехорошо. Так, давай твой вопрос. Муза Ольга Степановна, вот юбилей уже в этом году, представляешь, 95 лет, ничего себе, да? Через 5 лет, а вы, а как прекрасно выглядите? Муза Ольга, ну-ка покажи, как ты выглядишь. Выглядишь, ну-ка, давай, три раза приседания сделай нам. Муза Ольга, 95 лет, пожалуйста, Муза Ольга, покажи всем. Мои суставы не выйдут. Раз, два, три. Раз, два, два, три. Нет, нет, нет. Вот, великолепный. Муза Ольга, а может, сфотографируя. Спасибо. Свой первый рассказ я перечитал очень много раз. Значит, более того, вот такой, слово даже не подберу, такой невероятной славы я больше в жизни не имел. Значит, его напечатали в школьной стенгазете, напечатали по очень простой причине. Значит, я тут же, когда его написал, я побежал к главному редактору. А главный редактор был в 10 классе, а я в 6 классе учился. Как вы думаете, стал бы 10-классник с 6-классником, я говорю, а со мной стал, потому что мы с ним были соседями. Коля Шаров, я жил на первом этаже, а Коля Шаров жил прямо надо мной, его комната была прямо над моей, да, и мы за подбиратом. Ох, я к нему пришел, говорю, Коль, смотри, чего. Ну, он взял прицел, говорит, а чего? Ничего. Вот, и мой рассказ напечатали. Значит, слава была невероятная. Значит, газета у нас была школьная, выпускалась 2 раза в год и метров 6, наверное, в длину, в коридоре висела. Значит, газета висела на втором этаже, а мы учились на третьем. И я каждую перемену спускался с третьего этажа на второй, подходил к окну, но делал вид, что красотой любви, да, вид там, у нас там вид был на городской бане, вот я стоил, и любви с городской бани, да, а сам вот так вот поглядывал. Ну, а видно же, газета длинная, да, я же знаю, где мой рассказ учитель. И вот народ толпился перед моим рассказом. Да? Значит, дальше. Мы учились тогда в две смены, я в первую, а младший брат, мы во вторую смену. И вот я был дома, папа был дома, значит, вернулся мой брат из школы. Значит, папа ему открывает дверь, Миша заходит, опускает портфель и стоит вот так вот. Ну, папа понимает, что что-то случилось. И стоит вот так вот. Папа говорит, ну что, случилось что-то. И Миша говорит, папа, а ты знаешь, а Сережка-то у нас писатель. Вот, вот все, так что, как стать писателем, получайте от этого удовольствие. Спасибо.